ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, Ильдар! Здравствуйте, Зульфия! Здравствуйте, дорогие телезрители! Итак, для начала разрешите поздравить вас со значимой наградой. Вы получили благодарность от главы Башкортостана за активное участие в патриотических акциях в поддержку специальной военной операции. Поздравляем вас! Благодарю! Все совершенно так. Ну и говоря о военно-патриотической тематике, отметим, что она занимает значительное место в творчестве Владимира Семеновича Высоцкого, которому исполнилось бы 85 лет. То есть поклонники и ценители творчества барда-актеры и поэта будут отмечать его юбилей. Ну, так же, как и мы, поэтому предлагаю поговорить о наследии Владимира Семеновича. Давайте. И о роли его творчества, собственно говоря, в творчестве вашем. С удовольствием. А, ну что ж, когда познакомились с Владимиром Семеновичем Высоцким, именно с его творениями, и за что любите? С творчеством Владимира Семеновича я познакомился, знаете, еще в раннем детстве, потому что у меня папа, он очень любил на свой катушечный магнитофон разные вроде записи переписывать. Всегда очень любил цитировать Высоцкого, потому что, ну, батя у меня был человеком такого советского образца, советской закалки. И поэтому Высоцкий, как и для многих его, так скажем, современников моего отца, это, так скажем, особенно значимая фигура. Естественно, будучи маленьким ребенком, как бы еще не понимал всей глубины и величины поэзии Владимира Семеновича. Ну, там, дяденька играет на гитаре, хриплым голосом поет. И все это так эффектно. Да, эффектно, но с отвратительным звуком катушечного мафона. Вообще, по сути дела говоря, только вот когда, наверное, я вырос, повзрослел, и лет после 25 я стал понимать поэзию именно в понимании поэзии, а не так, там, что там по аккордам, там, как там все это звучит. А в тот момент петь еще не пытались, только слушали? Нет, нет, нет. То есть тогда я думал, что куда мне таким хриплом голосом? В итоге сейчас вот после Орви с вами разговариваю, поэтому голос у меня такой нарочитый, естественно, хриплый. Но вы же не специально заболели Орви? Нет, я бы не стал обрадоваться. Но я так думаю, что вот эта его уникальная манера, в которой соединяется, как мне кажется, и грубость, и хрупкость, ну, вы ее, наверное, теперь не чисто передаете, а через призму своего исполнителя. Через призму, конечно же, да. То есть мне, в принципе, будем откровенно говорить, специально для тех, кто будет являться пуристом, творчества Владимира Семеновича, для меня, как бы, как для музыканта, профессионального музыканта, это ближе интерпретация Высоцкого Григорием Викторовичем Лепсом. Потому что у Лепса вышло аж целых, вот сначала было два альбома, 2004 года пару, с 2007 года, и еще в 2020 году вышло то ли 4, то ли 5 акустических альбомов с песнями Высоцкого. Ну, там тоже хрипотца, брутальность и надрыв такой. Ну, вот Лепс для меня это один из самых образцовых певцов. Как уже было сказано, одно из центральных мест в поэзии Высоцкого занимает именно военная тема, и в том числе, кстати, как и на вас, на него очень повлиял отец, который дошел до Берлина. И в одном из интервью Владимир Семенович даже как-то сказал, что одна из любимых песен «Это вставая страна огромная». Вот у вас есть какая-то одна из наиболее любимых и ценных песен из творчества Высоцкого на военную тему? Конечно же есть. Скажу сразу относительно влияния. Вот на меня повлиял мой дедушка. Дедушка у меня, Рахим Флатибулла Фаткулович, дошел до Кёнигсберга, старший лейтенант, командир минометной роты. То есть он как бы дожил до моих 14 лет, всегда был при мне, как бы сказать, учил меня различным, как бы сказать, на историях, случаям из жизни, как говорится. То есть очень повлиявший на меня человек, безусловно. Поэтому у меня тоже такой человек есть. И когда, допустим, я свои песни пишу военно-патриотически, то, конечно же, я тоже обращаюсь именно к воспоминаниям о дедушке, о других своих предках и о других достойных людях нашей страны. Что касается творчества Владимира Семеновича Высоцкого, ну, вы знаете, если даже не исполнять, а вот чисто так говорить, накал, нерв, можно проследить во многих песнях. Там «Я як истребитель», например, «На братских могилах не ставят крестов». Или же, допустим, «Спасите наши души». То есть как он пел под гитару, это, конечно же, вообще, это вот Лепсу даже удалось только передать это при помощи, наверное, аранжировочного построения всей группы. А Высоцкий был прежде всего поэтом, гением. То есть я всегда говорю всем людям, вы знаете, говорю, это именно явление, причем не нашей культуры, а, наверное, явление, которое вот время дало выход всему в одном человеке. Ну, не зря один из периодов его творчества называют энциклопедией русской жизни. Совершенно верно. Ну, и возвращаясь к военной теме, все-таки одна, две любимые песни есть? Или стихотворение? А еще лучше спойте. Все, готовьтесь. Мне этот бой не забыть нипочем Смертью пропитан воздух А с небосклона бесшумным дождем Падали звезды А с небосклона бесшумным дождем Падали звезды Оно и интересно, что в творчестве его часто совмещаются несколько мотивов, несколько тем, ну, например, даже тема Он не вернулся из боя, опять-таки, не уходя далеко от мотивов военных лет, тема войны переплетается с темой дружбы, с темой человеческих отношений. Какие первые песни приходят в голову? Потому что, вот мы говорим сейчас о сплетении, о совмещении несколько тем. А мы хотим послушать. Давайте. Давайте. Корабли постоят И ложатся на курс Но они возвращаются Сквозь непогоду Не пройдет и полгода И я появлюсь Чтобы снова уйти Чтобы снова уйти На полгода Не пройдет и полгода И я появлюсь Чтобы снова уйти Чтобы снова уйти На полгода Возвращаются все Кроме лучших друзей Кроме самых любимых И преданных женщин Возвращаются все Кроме тех, кто нужней Я не верю судьбе Я не верю судьбе А себе еще меньше Возвращаются все Кроме тех, кто нужней Я не верю судьбе Я не верю судьбе А себе еще меньше Спасибо. Отлично, отлично. Ах, этот ОРВИ. Берегите свои органы лора, дорогие друзья. Ну что ж, любовь, дружба, женщины, мужчины, взаимоотношения, на самом деле набор тем достаточно широкий, Владимир Семенович. А есть какая-то у вас любимая тема, как вам кажется вообще, если порассуждать, есть ли какая-то центральная тема во всем творчестве, Владимир Семенович? Нет, такой центральной темы нет, потому что, знаете, тут будет уместным сказать вот что. Как известно, многие же думали, что Владимир Семенович повидал вот именно то, о чем он в песнях поет. В том числе и войну, да? Да, да, да. То есть ветераны-фронтовики думали, что он в танке горел, в истребителе падал под битым. А люди, которые занимались добычей золота, думали, что он реально золотодобытчик. Альпинисты думали, что он в гору. Да, да, скалоласка песню возьмите. То есть там или если назад в 500, вперед 500 тоже. То есть каждая группа людей думала, что вот про нас он точно написал песню. Да, и, наверное, хулиганы в «Подворотник» думали, что он тоже был, так сказать, представителем вот этих вот групп. Ну вот он как раз-таки отчасти был, но, конечно, он полностью в эту среду не погружался. В юности, наверное, да? Ну там дворовых хулиганов песню неудостаточно было. Да, ну там послевоенная Москва, все дела. Это там ранний период творчества такой. Не будем забывать, да, что Владимир Высоцкий – это еще и актер. Вот, кстати, да. Большой актер. И я думаю, что эта ипостась у него в том числе и в исполнении, в исполнительской манере проявляется. Он актерский, даже в какой-то степени режиссерский, передает атмосферу, даже не подделывая манеру. Вот когда слушаешь даже «Охоту на волков», чувствуешь этот хруст снега, вот этот студеный лес, борьбу за жизнь. Очень важно, очень важно не переигрывать, потому что бывает, что, как отличается хороший актер от актера не очень хорошего, от старательного ремесленника, в том, что именно бывает, что переигрывание бывает. А мне интересно, как он еще и в любовной лирике себя проявляет, потому что его вот этот вот дух брутальности, он несколько спадает, да, здесь какая-то нежность в голосе проявляется. Я вам сейчас такую вспомню песню, как раз таки. Вот вы сказали про любовную лирику, пожалуйста. Соглашайся, пожалуйста, на рай шалаши. Не совсем. Хорошо. Эта песня называется, а впрочем сейчас с вами поймете, ладно, назову «Дом хрустальный». Если я богат, как царь морской, Крик не только мне лови блесну, Мир надводный и подводный свой, Не задумываясь, выплесну. Дом хрустальный, на горе для нее, Сам как лез бы, так и рос в цепи. Родники вы мои серебряные, Золотые мои рос в цепи. Родники вы мои серебряные, Золотые мои рос в цепи. Замечательно. Спасибо вам за подаренные эмоции. Мы много раз сегодня говорили о нерве неком, который содержится в его манере выступления, вообще в его песнях, о надрыве. А после того, как вы спели одну песню, а еще, если ни одну, не чувствуется внутреннего какого-то опустошения, усталости? Нет. Или наоборот, энергетический подъем? Наоборот, наполнение, наполнение. И энергетический подъем. Конечно же. Потому что, ну, конечно, не всякий, наверное, может исполнитель с его творчеством соприкоснуться. Тут не то, что вопрос, избранности или нет. Я в такие, как бы, дебры и не хочу пытаться, так скажем, рассуждениями проникать. Ну, не всем это подходит. Не всем подходит, конечно. Не все это потянут, да, все равно. А как думаете, вот эта хрипаться, она результат каких-то воздействий внешних или врожденное качество голоса? Короче, я читал статью. Высоцкий, будучи в одном из уральских городов на гастролях, очень серьезная простуда у него была. Он пошел к местному лор-врачу. Лор-врач его осмотрел, назначил необходимое лечение. И вот спустя много-много лет он уже, как бы, рассказал в интервью. Ну, бывает же такое, что сенсационный факт, скандал, сенсация, интриги, расследование. Тайна раскрылась. Короче, оказывается, у Высоцкого, по мнению вот этого человека, специалиста своего дела, было особенное строение складок, связок вообще. То есть оно ему мешало нормально разговаривать, но вот и пел, собственно говоря, он и боль испытывал. Поэтому, и в том числе при разговоре, хотя он привык, очевидно. Но именно потому, что у него было определенное строение связок. Даже при разговоре? Даже при разговоре. Надо же, какая непростая судьба, какая яркая. Вот, ну я не знаю, сколько это правда, но человек прям сказал, что так оно и было. Ну, не могу не спросить, все-таки есть песня «Самая любимая» в творчестве Владимира Семеновича? Может быть, она одна, две, три? Вот «Самая любимая» нет, даже одной, две, три. Вот то, что мне нравится, и то, что я ей пою. А в коллективе «Нагаев» и вот Вы лично как-то планируете отмечать юбилей предстоящий? Ну, собственно говоря, в коллективе «Нагаев» в настоящее время два человека. Я и мой друг Андрей Самохин. Он поэт у нас, пишет многие тексты «Нагаев». Так скажем, это наш, как-то модно сейчас говорить, хост-райпер, то есть человек, который вдохновляет, так скажем, на то, что там, скажем, давай-ка сделаем это в стиле баллады, или давай мы это, так скажем, потяжелее там. Поэтому, конечно же, мы с ним, я думаю, за Владимира Семеновича, за память его, так скажем. Споем. Споем, пообщаемся и скажем, да, недосягаемая величина. Ну что ж, Эльдар, спасибо Вам за интервью, за то, что пришли и ответили на наши вопросы. Продолжайте творить, будем следить за Вашим творчеством. Спасибо большое, Зульфия, спасибо большое, дорогие телезрители. Всего хорошего Вам. Благодарю. Владимир Семенович, с днем рождения. С днем рождения Владимира Семеновича. Спасибо.